Добрый день! Здравствуйте! Рада вас всех приветствовать на нашей с вами первой лекции по географии. Сегодня мы с вами начнем цикл уроков по географии России. Изучать географию России мы с вами будем путешествовать по нашей необъятной стране. Но для того, чтобы лучше понять, где именно мы с вами будем путешествовать, мы сначала рассмотрим карту мира и местоположение России на этой карте мира. Россия или Российская Федерация – самое большое государство мира на сегодняшний день. Площадь территории России больше 17 миллионов квадратных километров. Это первая по площади территории страна мира. Для примера, вторая по площади страна мира, Канада, занимает чуть меньше 10 миллионов квадратных километров. Такая большая площадь обуславливает и огромную протяженность границ – более 60 тысяч километров. Это полторы протяженности экватора. Большинство этих границ – морские, более 38 тысяч километров. Численность населения России – 146,7 миллиардов человек. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире. На территории России проживает свыше 190 народов. Однако титульная нация – русские. Они составляют 81% населения. Такое обилие народов означает и большое количество культур и языков на территории России. Однако государственным языком России является русский язык. Но как же получилось, что территория России настолько велика? Для ответа на этот вопрос нам нужно обратиться к истории России и посмотреть, как же формировалась территория нашей страны. Как же история российского государства? Как оно разрасталось? Истоки российского государства находились вот здесь. На этой территории – это истоки великих русских рек. Западные Двины, Аки, Днепра, Волги, а также район озера Ильми. Отсюда постепенно славяне расселялись на север, на восток. Занятиями восточных славян, типичными, были сельское хозяйство, под которое вырубались пашни, освобождались от лесов, рыболовство и охота. К северу и востоку от восточных славян жили финно-угорские племена – Чуть, Вепсы, Меря и другие. Постепенно русские мирным путем заселили и освоили эти территории. Народы, населявшие раньше эти земли, постепенно ассимилировались с русской нацией, во многом переняли русский язык, русскую культуру, хотя часть этих народов до сих пор сохраняет свои национальные этнические языки. Например, существует язык Коми, на котором до сих пор многие разговаривают в одноименной республике, субъекте Российской Федерации. Более беспокойная обстановка была на южных рубежах России на то время. Причерноморские степи населяли разные такие воинственные племена, кочевники. Самое большое из них было Хазарское царство, созданное в VII-VIII веках в низовьях Дона, и с ними случались постоянные стычки у славян. Первыми по времени были освоены территории к северу от истоков русского государства. Такими пионерами освоения русского севера были новгородцы. Как известно, весь север Евразии, всего материка, за исключением скандинавского полуострова и Мурманского берега, был открыт русскими. Русские были первыми европейцами, которые свободно плавали по морям Северного Ледовитого океана. Все это было еще за несколько столетий до английских и голландских мореплавателей. Пионерами освоения земель на севере были новгородцы. К XII веку новгородская Русь освоила уже весь север Европы. От Кольского полуострова до бассейна реки Печора, вот здесь. А дальше они уже перешагнули за Уральские горы. В XIII веке началась так называемая крестьянская колонизация севера. Берега Белого моря северной длины, северных рек, Апинеге, Онеге были постепенно заселены крестьянами, которые бежали из располагавшихся южнее Новгородского и Ростова-Суздальских княжеств. Этот край получил название Северного поморья, а потомков первых переселенцев стали называть поморами. Климат в этих краях был очень суровым, холодным, а тем более рядом находились суровые северные моря. Поэтому сельское хозяйство здесь было практически невозможным. И основные занятия населения были рыбная ловля, промысла морского зверя и охота. Есть даже старинная поморская пословица о том, что поле помора – это море. Первый город поморов – Великий Устьюк появился здесь еще в начале XIII века, а вскоре был основан первый православный русский монастырь, а Михайло-Архангельский – первый монастырь на русском севере. В XV веке были построены такие значимые форпосты освоения русского севера, как Соловецкий монастырь и Николокорельский монастырь. Новгородцы и поморы первыми проложили пути к морям Северного Ледовитого океана. Они начали плавать по этим морям и осели в низовьях, впадающих в эти океаны, в моря рек. К XIV веку вся территория страны Коми, а к XV веку и территория Перми вошли в состав Московской Руси. Все это произошло мирным путем, без каких-либо воинственных стычек или столкновений. Для того, чтобы плавать по суровым северным морям, поморы строили специальные суда, которые назывались кочи. Самым интересным в этих судах является то, что они были чемпионами на тот момент времени. По своей проходимости они могли преодолеть в сутки до 150-200 километров. В то время, как, например, английские купеческие суда преодолевали всего 120 километров, а голландские фрегаты и того меньше – 80-90. Грузоподъемность таких лодок, поморов, составляла тоже рекордные на то время 200 тонн. В то время, как, например, Магеллан и Колумб, которые совершили свои великие географические открытия, Колумб открыл Америку, Магеллан совершил первое кругосветное путешествие, так вот их корабли, на которых они совершали свои плавные, могли поднимать всего 120-160 тонн. Кроме того, поморы были величайшими знатоками морских льдов и условий плавания по Студенному морю. Нужно было еще уметь проплыть в таких суровых условиях, когда все это море практически сковано льдами. И интересным фактом является то, что те термины, которые использовали поморы для обозначения различных видов льда и режимов их движения по морю используются и сегодня в современной международной классификации льдов. К 15 веку поморы уже свободно плавали по всей европейской части северных морей и начали проходить уже дальше, за Урал. Они зашли в Карское море, оттуда вышли костьем рек Тас и Обь. И на реке Тас основали первый торговый город, который назывался Мангазея. Это была такая база, хорпост для освоения русскими дальше восточных просторов и продвижения Тихому океану. В то же время известно, что уже в 15 веке поморы были первыми, кто доплывал до островов Новая Земля и Шпицберген. Примерно в те же времена, в 15 веке, московские воеводы возглавили большой поход в Западную Сибирь, уже не по морю, а по суше. Во времена этих походов была открыта в том числе и самая высокая часть Урала. Приполярный Урал с самой высокой точкой Уральских гор, Народная. И они точно определили направление горного пояса от моря и до моря, как его называли тогда, с севера на юг. К концу 15 века русские уже перешли за Урал, вышли к Рытышу и внизу реки Обь. После того, как в середине 16 века русский царь Иван Грозный завоевал Астрахань и Казань, владения русского царя протянулись до самого Каспийского моря. И весь бассейн реки Волга, Великой Русской реки, колыбели русских городов, вошел в состав российского государства. И к концу 16 века Московия стала крупнейшим государством Европы. В это же время, в 16 веке, в южной части Западной Сибири появляется могучий хан Учум, сибирский, который подчинил себе все племена от Урала до Аби и низу Виртыша. Он провозгласил себя сибирским ханом и организовывал постоянные регулярные набеги на поселения русского государства на Востоке. Поэтому русский царь направил против хана Учума отряд казаков под руководством знаменитого казака Ермака Тимофеевича. Ермак Тимофеевич со своим отрядом совершил первый поход в Сибирь. Он захватил столицу сибирского ханства Искер, но в столкновении с Хамоном Ермак погиб. Однако он сделал главное – путь в Сибирь был разведан и открыт для русских. Через 13 лет после гибели Ермака, в 1598 году, Учум был окончательно разбит недалеко от современного Новосибирска. Таким образом, путь для русских на Восток оказался свободен. Поход Ермака был очень значим для русской истории, поскольку он познаменовался бы начало эпохи великих русских географических открытий в северо-восточной части Азии. Как происходило это освоение? В конце 17-го, начале 18-го веков были освоены уже огромные обширные территории. Освоение Сибири и Дальнего Востока – это пример подвига, настоящего подвига русских исследователей, которые менее чем за 60 лет сумели пройти огромные по своей протяженности территории со сложными условиями. Леса непроходимые, болота, большие серьезные, холодные, суровые сибирские реки – все это они прошли и вышли к берегам Тихого океана всего лишь за 60 лет. Сначала были открыты великие сибирские реки – Лена, Яна, Колыма, Индигирка и другие. К концу 17-го века было уже обследовано и освоено все южные побережья моря Лаптиных. А в 1643 году открыта жемчужина Сибири – озеро Байкал с островом Ольхон. Открыл ее казачий пятидесятник Курбат Иванов, годом ранее услышав от кого-то информацию о том, что есть такое вот заповедное озеро в лесах Сибири. Несколькими годами позже на западном берегу озера Байкал был основан город Иркутск, который стал центром освоения Восточной Сибири и оплотом русской цивилизации того времени на Востоке. В 1639 году еще один казак Иван Юрьевич Москвитин первым из европейцев вышел к Тихоокеанскому побережью Азии. Он обследовал берега Охотского моря и берега реки Лены, составил их подробные описания, на основании которых были сделаны уже какие-то карты. А в 1648 году еще один великий русский путешественник и мореплаватель Семен Дежнев совершил плавание от устья реки Колымы в Тихий океан и открыл, что здесь есть пролив между Евразией и Америкой. Он же открыл и крайнюю восточную оконечность материка Евразии, которая одновременно является и крайней восточной материковой точкой России. Этот мыс был назван в его честь, мыс Дежнева. Таким образом, к 17-му началу 18-го веков практически вся западная и восточная Сибирь и Дальний Восток были уже освоены, кроме разве что Камчатки. И вот исследованием Камчатки занимался еще один великий русский путешественник Владимир Атласов. После этого исследования были уже следующие, инициированы императором Петром Первым. Он был инициатором двух больших экспедиций на Восток, которые получили название Камчатских экспедиций. Правда, совершались они уже после смерти императора, но подготовку к этим экспедициям проводилась еще под руководством Петра Первого. Первую из этих экспедиций Камчатских возглавлял великий исследователь, путешественник, отважный адмирал Витус Беринг. Он настолько успешно провел свою экспедицию, справился со всеми задачами, которые ставило ему императорское географическое общество, что в честь этого великого человека названы Берингов пролив, отделяющий Россию от США, Берингово море и Командорские острова, тоже названы в его честь. В ходе последующих арктических экспедиций были открыты также Новосибирские острова, Олигутские острова и Аляска, которую с того времени начали активно осваивать и изучать русские. Как мы знаем, до какого-то времени Аляска принадлежала России, только Екатерина II ее продала американцам. Таким образом, к XIX веку белых пятен на территории России уже практически не оставалось. И исследования стали носить уже систематический характер. И касались они уже внутриматериковых областей, тех территорий, которые были уже открыты. Этот период связан с именами великих исследователей, великих географов, уже ученых Николая Михайловича Пржевальского, Петра Петровича Семенова Тяньшанского, которые составляли подробные описания, составляли карты, исследовали на местах Уссурийский край, Сибирь, Камчатку, Урал, Кавказ. Ну а в XX веке, уже в советское время, активные исследования проводились в арктическом секторе. Исследовалась Арктика, Северные моря и отдельные острова архипелага Северная Земля. Дальше я привела для вас в презентации несколько карт, которые иллюстрируют вам то, о чем мы с вами сейчас поговорили. Например, вот эта карта очень наглядно показывает, как прирастала территория России. То, что обозначено красным, это русское государство на начало XVI века. Как видите, русские уже вышли на Урал. К концу XVI века Россия уже примкнули территории Казани, Астрахани и каких-то зауральских территорий. Дальше желтым обозначены уже все обширные территории Сибири и Дальнего Востока. Также здесь показаны границы. Границы Российской империи до 1914 года. Несколько отличавшиеся от границ Советского Союза, который стал фактически правоприемником Российской империи. Ну и границы Российской Федерации, которая образовалась после того, как распался Советский Союз в 1991 году. А вот эта карта, например, демонстрирует, какие народы жили в Сибири в тот момент, когда Сибирь осваивалась русскими. В Сибири и Дальнем Востоке. Здесь показаны пути, которые находили великие русские исследователи. Как именно они передвигались, какими морями плавали, какими тропами шли. А это страница из Атласа Российской империи, изданной еще в царствовании Екатерины II. Ну и территория Российской империи перед началом Первой мировой войны. Итак, что же такое сегодня физико-географическое положение той современной России, в которой мы живем? Россия расположена в северной части северного полушария и в основном в севернее 50-й параллели. Сразу три слова северное при определении физико-географического положения. Вот северное – это ключевой фактор, который определяет очень многие закономерности, в том числе экономической и социальной жизни России сегодня. Мы с вами еще обязательно коснемся этой темы. Почти вся территория России лежит в восточном полушарии. Однако к западному полушарию относится восточная оконечность российского государства, поскольку через остров Врангеля и Чукотку проходит 180-й геридиан, который еще называют линией смены дат. Россия находится в северо-восточной части крупнейшего материка земли Евразия и занимает почти его треть. Интересным фактом является и то, что в республике Тува, близ столицы Кызыл, находится географический центр Азии. Таким образом, как мы видим, Россия занимает восточную часть Европы и северную часть Азии. Однако к Европе относятся всего лишь 22%, меньше четверти территории. А Азиатская площадь составляет, Азиатская территория составляет 3 четверти площади страны. Условная граница между Европой и Азией проводится по восточному хребту Уральских гор. Россия уникальна еще и тем, что она омывается морями целых трех океанов. Северного Ледовитого океана, Тихого океана и Атлантического океана. Крайние точки России. Поскольку наша страна занимает не только континентальные, но еще и островные территории, то крайних точек у нее не 4, а целых 6. Западная крайняя точка только одна. Это Гданьский залив, Балтийское море, Калининградская область, Балтийская песчаная коса. Крайняя точка располагается в горах Северного Кавказа, горах Базар-Дюзюк, недалеко от этой горы, на границе с Азербайджаном, в республике Дагестан. Крайних восточных точек. Две, как мы уже с вами отметили. Первая, материковая, это мыс Дежнево, который, как мы помним, был назван в честь путешественника первым проплывшим, хоть от Колымы до Тихого океана. Вторая же крайняя точка находится на острове Ратманово, в Беринговом проливе. Интересно, что эта крайняя точка совсем близко к территории США. Вот на этой фотографии видно, вот это территория России, это территория США. Вот здесь находится тот самый остров Ратманово. А за красной линией, которая символизирует границу Российской Федерации, находится уже остров Крузенштерн. Это уже территория Соединенных Штатов Америки. Там буквально всего 60-километровый пролив между ними. Крайние северные точки, материковая, это мыс Челюскин на полуострове Таймыр. А крайняя северная островная точка, это мыс Флигеле на острове Рудольфа в архипелаге земля Франции Иосифа. Получается, что Россия гораздо более вытянута с запада на восток, нежели с севера на юг. Протяженность России с севера на юг составляет 4000 километров. А протяженность с запада на восток более 10 тысяч километров. Еще одним следствием такой большой территории являются очень протяженные границы. Длина их, как мы уже обозначили, почти 61 тысяч километров. Это в полтора раза длиннее экватора. Давайте посмотрим чуть подробнее, с кем именно граничит Россия и как проходит ее современная граница. Начинается она у полуострова Рыбачий от Баренцева моря и идет вдоль западной окраины Кольского полуострова. Первой пограничной страной является Норвегия на северо-западе. Южнее соседом является Финляндия. Здесь границы выходят в финский залив Балтийского моря. Дальше продолжается она по суше и идет вдоль государств. Эстония, Латвия, Белоруссия и Украина. И выходит в Азовское море через Керченский пролив в Черное море. Отдельные границы еще с двумя государствами, Литвой и Польшей, имеет Калининградская область России. Южная граница делится на такие две неравнозначные части. Одна маленькая часть это сухопутная граница Крыма и Украины. А дальше продолжается морская граница. Через Керченский пролив, как мы уже сказали, она выходит в Черное море. Здесь идет морская граница с Турцией. А дальше по большому воздораздельному хребту, по хребту Большого Кавказа, идет граница с Грузией и с Азербайджаном. Выходя в Каспийское море. По Каспийскому морю до дельты Волги, дальше граница поднимается в горы и идет граница с Казахстаном, с Монголией, с Китайской народной республикой. И небольшой кусочек с Корейской народной демократической республики выходит по берегам Японского моря. Как мы посмотрели, западная и южная границы практически полностью сухопутные, а восточная и северная – морские границы. Восточная граница проходит по морям Тихого океана. Это граница с Японией, а далее это граница с Соединенными Штатами Америки. На севере же у России находится российский сектор Арктики. Выделяется он по меридианам, один из которых на востоке идет от острова Радманово, крайне северной, крайне восточной точки России, а другой – от полуострова Рыбачий. Сама непосредственно государственная граница проводится по международным стандартам, по международным соглашениям на расстоянии 12 миль от побережья. Далее идет 200-мильная экономическая зона, за которой уже начинается открытое море. Таким образом, у России всего 18 соседей, с которыми у нас есть граница. Итак, отметим с вами ключевые аспекты географического положения России. Во-первых, как мы уже с вами сказали, северное положение страны, беспрецедентное. Таких стран на карте мира больше нет. Огромная территория, практически в два раза больше, чем территория следующей за Россией страны Канадой, следующей по площади территории. Расположение России на самом большом материке Евразии также является одним из ключевых факторов, определяющих экономическую, социальную жизнь России. Ну и приморское положение. Сейчас мы чуть подробнее остановимся и рассмотрим каждый из этих факторов. Что же все это означает? Северное положение. Примерно вот здесь проходит полярный круг. Вот так. Вся вот эта территория лежит за пределами полярного круга. Это примерно 20% территории за полярным кругом. А больше половины всей территории России лежит севернее 60-го градуса северной широты, севернее 60-й параллели. Это беспрецедентный случай в мире. Нигде больше нет такого большого скопления людей в таких высоких широтах. То есть в холодных широтах, да, как в России. Иногда сравнивают географическое положение России и Канады. Но это не вполне корректно, поскольку канадская территория в основном освоена и заселена вдоль южной границы Павла, вдоль США, вдоль территории США. Там нет никаких достаточно больших крупных поселений, больше, скажем, 12 тысяч человек южнее, чем широта Москвы. А в России же, например, расположен самый северный город-миллионник, Санкт-Петербург. В нашей же стране находится и знаменитый полюс холода северного полушария. Находится он в самом большом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке, Якутии. Это Аймекон. Зимой температура там опускается ниже, чем 78-78 градусов Цельсия. Ну и кроме того, такое северное расположение определяет многолетнюю мерзлоту. Больше 65% территории России расположено в зоне распространения вот той самой многолетней мерзлоты. Эта картинка иллюстрирует добычу шельфовой нефти на северных морях России. Таких суровых экономических, социальных, бытовых условий, как в нашей стране, больше нигде нет. Особенно суровыми эти условия становятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот все это приводит к беспрецедентному, то есть беспримерному. Больше такого нигде нет. Просто себестоимости продукции практически во всех отраслях материального производства. Что же является следствием такого расположения на самом севере? Территория России лежит в пределах холодного и умеренного климатических поясов. А в природных зонах тундра, лес, лесостепь. Причем к лесостепям относится достаточно небольшая площадь в процентном соотношении от общей площади России. Незначительные участки пустыни-полупустынь и совсем маленький участок субтропиков на Дальнем Востоке. Как следствие, относительно бедный почвенный покров, который не может дать богатого урожая в сельском хозяйстве. Достаточно бедный растительный и животный мир. Короткий вегетационный период, за который не успевает вызревать большинство сельскохозяйственных культур. Более 65% территорий вообще непригодны для использования в сельском хозяйстве, поскольку являются областями многолетней верзлоты. Моря и реки замерзают на зимний период, что также является препятствием к хозяйственной деятельности. Но и природа России особенно уязвима к воздействию человека. Что это означает в экономическом плане? Какие экономические последствия у этого всего? Во-первых, конечно же, большие затраты на борьбу с холодом. В первую очередь это связано с необходимостью отопления. Достаточно длинный сезон, достаточно долгий отопительный сезон. Отопление не только жилищ, где проживают люди, но и производство. Строительство в условиях многолетней верзлоты и болотистых почв становится целой инженерной задачей, которую нужно решить. И, естественно, все это удорожает строительство. Кроме того, дорогая одежда и дорого просто выращивать пропитание, продукты питания. Увеличиваются и затраты при добыче полезных ископаемых. Опять же, потому что это условия многолетней мерзлоты, условия холода. Например, известным фактом является то, что себестоимость добычи одного барреля нефти в России самая высокая в мире. Добыть один баррель нефти в месторождениях Западной Сибири или Дальнего Востока в России стоит 50-55 долларов. В то время как, например, в странах Персидского залива, Саудовской Аравии и Кувейте – это всего лишь 20 долларов за баррель. Естественно, это ограниченные агроклиматические ресурсы. Как мы уже с вами сказали, это малая доля плодородных земель, а большая часть из них вообще непригодна для ведения сельского хозяйства. И, кроме того, короткий вегетационный период. Ограничение водных ресурсов и сезонное ограничение навигации из-за замерзания рек. Ну и бытовые трудности в условиях полярной ночи. Однако в то же самое время такое положение несет в себе и некоторые плюсы. Например, как мы уже увидели, у России большое количество соседей. Это потенциальные экономические партнеры. Причем соседи России в основном – это достаточно развитые страны. Кроме того, холод препятствует распространению различных эпидемий, многих болезней, которых так много, скажем, в южных странах – азиатских или африканских. Потом холод заставляет людей постоянно совершенствовать свою хозяйственную деятельность. В том числе в сельском хозяйстве для того, чтобы получить какие-то хотя бы урожаи или получить большие и лучшие урожаи. Совершенствовать свои производства, чтобы приспосабливать их к суровым условиям и снижать каким-то образом себестоимость. Совершенствовать строительные технологии для того, чтобы в таких суровых условиях, холодных зим, резких колебаний температур, здания и сооружения могли прослужить дольше. Следующий фактор, который мы с вами рассмотрим – это расположение на самом крупном материке мира – Евразии. Что это означает для России? Во-первых, Россия расположена между двумя пустынями, величайшими пустынями мира. С севера Россию опоясывает фактически арктическая пустыня, а на юге – это центрально-азиатские пустыни, пущанные. Кроме того, это означает ярко выраженную континентальность климата, которая возрастает при движении с запада на восток. Западная часть находится в умеренно-континентальном климате, дальше который сменяется континентальным климатом и в Восточной Сибири на Дальнем Востоке становится резко континентальным. Что это означает? Это означает, что количество осадков, которые выпадают на территории России, уменьшаются с запада на восток. Кроме того, резко континентальный климат отличается резкими суточными колебаниями температур. А это процессы выветривания. Дороги, здания, сооружения – все это разрушается гораздо быстрее. Ну и, конечно, все это определяет рискованный характер земледелия, поскольку 45% всех сельхозудований, и так не очень больших для такой территории, попадают в зону рискованного земледелия, потому что они недостаточно увлажнены. Протяженность России с запада на восток. Такая большая территория предполагает смену часовых поясов, как мы понимаем. 10 тысяч километров. Расстояние от западной точки до крайней восточной точки. Россия расположена в 11 из 24 существующих в мире часовых поясов. Это весьма существенное различие во времени. Конечно, это создает ряд неудобств. Но часовые пояса, как мы видим на картинке, в России их 8, а не 11. Потому что некоторые регионы, некоторые пояса были объединены между собой для того, чтобы было просто удобнее сообщаться между собой, для того, чтобы было удобнее какой-то производки. Кроме того, границы часовых поясов проводятся не по меридианам, а по границам субъектов Российской Федерации. Как мы видим, в нулевое, в московское время, а Москва находится во втором часовом поясе, Калининград в первом, достаточно большая территория объединена в один часовой пояс. Это сделано специально, потому что на этой территории проживает больше половины населения страны. 60 с лишним процентов. Все они живут по московскому времени. 16 субъектов Федерации непосредственно географически расположены в этом втором часовом поясе. А еще 35 регионов специально переводят время для того, чтобы жить в ногу с Москвой. Россия располагается в 10 природных зонах. Наиболее продуктивные в аграрном отношении те самые небольшие лесостепи и степи. А другие природные зоны России с севера на юг – это арктические пустыни, тундры, лесотундра. Значительные территории занимает тайга. Дальше идут те самые широколистые смешанные леса, мелколистые леса, степи, лесостепи, полупустыни и пустыни, Архангельская область, у Каспийского моря. И очень большие участки субтропиков на Дальнем Востоке, Маморской области. Ну и области высотной поясности. Лесостепная и степная зона, которые наиболее продуктивны в сельскохозяйственном и в аграрном отношении, занимают всего 1,5 территорию нашей страны. Следующий фактор – большая территория. Что такое большая территория? Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Безусловно, в первую очередь, что приходит в голову – это разнообразие природных ресурсов и огромная сырьевая база. Действительно, Россия на сегодняшний день является лидером по запасам мировых ресурсов в их абсолютном финансовом выражении, стоимостном. У нас есть всего три страны в мире, которые обладают промышленными запасами всех значимых природных ресурсов. То есть фактически они могут ничего не экспортировать и все ресурсы добывать на территории своей страны. Это Россия, США и Китай. Однако запасы России намного превышают запасы как Китая, так и США. Большая территория, протяженные границы, большое количество соседей, потенциальных экономических партнеров. Кроме того, положение России географическое обусловливает транзитность между Западом и Востоком. Это служило службу российскому государству еще на заре времен российского государства в XII веке. Это уже были важные торговые пути, которые проходили через территорию России от Запада к Востоку. И сегодня это тоже играет свою ключевую роль. Однако есть во всем этом еще и минусы. Большая протяженность границ увеличивает затраты на их содержание. Положение в пределах такого большого количества часовых пыльцов затрудняет связь между регионами и работу транспорта. Кроме того, это общее увеличение транспортных затрат и удорожание себестоимости производства продукции. Во-первых, ее нужно произвести, подвести ресурсы к месту производства, подвести какие-то детали, возможно, комплектующие. А затем произведенный продукт нужно еще доставить до конечного потребителя. И вот эти транспортные затраты тоже вкладываются в себестоимость продукта. Большая территория должна каким-то образом управляться. Для большой территории нужен большой государственный аппарат. А это опять же затраты на его содержание. Неравномерно размещен экономический потенциал. Что это значит? Неравномерное размещение ресурсов, инфраструктуры, городов, дорог, промышленных и других предприятий. То есть большие диспропорции в развитии страны, которые вызывают свои определенные сложности, без которыми нужно работать. Ну и предрасположенность к экстенсивному характеру ведения хозяйства. То есть при таких огромных ресурсах и огромных территориях всегда проще освоить что-то новое, найти новое месторождение полезных ископаемых, нежели подумать над тем, как более эффективно, то есть интенсивно использовать уже существующие и имеющиеся. Немного поговорим о морях, омывающих Россию. На Земле всего 54 моря. И из них 13 омывают территорию России. 12 из них относятся к бассейну Мирового океана. И 13-е море называется весьма условно. Это море-озеро. Оно относится к внутреннему источному бассейну, Каспийское море. Условно все моря можно разделить на окраины, те, которые сообщаются непосредственно с Мировым океаном. Они располагаются у северных и восточных берегов России. И внутренние моря, те, которые находятся внутри материка на удалении океана и сообщаются с ним через какие-то достаточно узкие проливы. Это западные и южные моря, относящиеся к бассейну Атлантического океана. Балтийское, Черное и Азовское. Безусловно, моря тоже влияют на климат России. На севере, так как это зона северных арктических пустынь, наличие, близость морей рядом, делает климат еще более суровым, еще более холодным и более сухим. Но на западе и на востоке они указывают свое смягчающее воздействие на климат, и он становится более влажным. Вот они все моря Российской Федерации. Северные моря, которые относятся к бассейну Северного и Ледовитого океана. Белое море, Баренцево, Кварское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Называют иногда даже шельфами, потому что эти моря очень мелкие. Глубины их у шельфов достигают редко даже 200 метров. Однако на отдалении они могут быть весьма глубокими. Например, в море Лаптевых, вот в этом своем районе, больше 3000 километров глубина его. Все эти моря очень суровы. И 8 или даже 10 месяцев в году они скованы льдом. Что, естественно, затрудняет их использование в хозяйстве. Однако и они имеют свою значимость. Поскольку через эти северные моря, как мы увидели, еще и издрели. А пролегает важная транспортная министраль России, которая называется Северным морским путем. Однако пройти по этому северному морскому пути не так-то уж и просто. Для того, чтобы прошли какие-то корабли, провозящие грозы, сначала должен провожить им дорогу атомный ледокол. Но все-таки это оказывается экономически выгодно и рентабельно, поскольку это самый короткий путь от Санкт-Петербурга к Владивостоку. Самый короткий морской путь. Кроме того, что эти моря очень холодные и покрываются льдом на достаточно длительный период времени, они еще и очень пресные, поскольку они северные. Льды Арктики оказывают опресняющее воздействие и большое опресняющее воздействие оказывают впадающие сюда великие сибирские реки. Моря, относящиеся к бассейну Тихого океана, восточные моря, Берингово, Охотское, Японское, также достаточно суровы в своих климатических условиях. А Японское море еще и характеризуется большим количеством штормов, тайфунов. Более мягким климатом обладают моря внутренние, то есть моря, относящиеся к бассейну Атлантического океана. Это Балтийское, Черное море и Азовское море. Балтийское и Азовское море достаточно мелкие, они не обладают большими глубинами и достаточно пресные. Черное море это главный агроклиматический, главный рекреационный ресурс нашей страны. Оно достаточно большими глубинами обладает, где-то 2200 километров. А кроме того, оно теплое, большую часть сезона замерзает. Дом покрывается только какие-то северные заливы на непродолжительный зимний период. Каспийское море также является достаточно теплым морем и замерзают также только какие-то северные его части на небольшое время. Северный морской путь мы с вами уже увидели. И еще несколько слов о том, как устроена наша страна в территориальном отношении. Разумеется, такой большой территории очень сложно управлять. Если бы Россия была унитарным государством, это создавало бы определенные трудности в управлении. Поэтому исторически и географически обусловлено то, что Россия федерация. То есть она состоит из ряда субъектов федерации. А именно 85 равноправных субъектов – республик, краев, областей, автономных округов, трех городов федерального значения – Москва, Петербург и Севастополь и еврейской автономной области. Каждый регион имеет свой властный аппарат, обладает определенными полномочиями, которыми он вправе распоряжаться. Имеет свои органы власти, свой бюджет, свои законы, свои конституции. Но все-таки главное – это федеральная власть, центральная власть. По форме правления Россия является президентской республикой. Для удобства, опять же, администрирования правления, все субъекты Российской Федерации были объединены в несколько федеральных округов. А именно 8 – северо-западный, центральный, южный, северо-кавказский, право-приборский, уральский, сибирский и дальневосточный. Все эти регионы очень разные. Россия большая и очень разная. Я думаю, что наше с вами путешествие по ним будет интересным. И начнем мы его с вами в сердце России, там, где она зародилась, у истоков российской государственности. И в нашем путешествии нам с вами поможет мать городов русских, самая великая река Европы – Волга. Поэтому на следующем уроке мы с вами начнем изучать Россию, совершив плавание по Волге. И первым регионом, который привлечет наше с вами внимание, будет Центральная Россия. Спасибо вам за внимание. Я рада была с вами поработать. Пожалуйста, если у вас остались какие-то вопросы по сегодняшнему уроку, или вы хотели бы, чтобы я осветила для вас какую-то тему, или обговорила какие-то интересные места, которые вы знаете в России, или явления, которые вас интересуют, напишите мне, пожалуйста, в чате. Я обязательно прочитаю все ваши вопросы, постараюсь на все на них ответить и учесть ваши пожелания при подготовке наших с вами дальнейших уроков. Надеюсь, всех вас увидит на следующем уроке через две недели, и отправимся дальше в группу. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!